Первый заместитель губернатора Курганской области, руководитель представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации Олег Пантелеев с рабочим визитом побывал в Куртамышском районе, где встретился с руководством предприятия по производству молока. На днях я посетил Куртамышский район и я увидел, что если начиная от руководства района, хозяйства района заниматься молоком, то успех есть, серьезный успех. Вот возьмите тот же самый Куртамышский район, он почти четверть всего молока, которое производится в нашей Курганской области, производится в Куртамышском районе. А поставляется сырье на Курганский молочный комбинат «Молоко за Уралье». Олег Пантелеев посмотрел, как обстоят дела на предприятии сегодня. Мы не избалованы визитами гостей и сегодняшний приезд Пантелеева Олега Евгеньевича для нас неожиданность, но неожиданность приятна. Рады были показать производство, рассказать о предприятии. Предприятие регионального масштаба и работает исключительно на сырье, получаемом на территории Курганской области. В год молоко за Уралье перерабатывает более 20 тысяч тонн и выпускает около сотни видов продукции. Все натуральное и с естественными сроками хранения. Техническое оснащение модернизируется. Также ведется регулярный мониторинг покупательского спроса, поэтому и линейка постоянно обновляется. «Есть прогресс, серьезный прогресс и в производстве, но переработки мы сегодня увидели. Вы видите, что когда-то предприятие, которое начало в день производило 7 тонн, сейчас уже производит многие десятки тонн и вполне достойно конкурирует с иностранными предприятиями». Конечно, экономический кризис не мог сказаться на этой отрасли рынка. «Сдержки растут, дорожает оборудование, транспортные услуги. Естественно, в этих условиях нужно как-то выживать. И мы не за счет роста цен сохраняем финансовую устойчивость предприятия, а за счет роста объемов». Предприятие наращивает территорию реализации, поэтому и объемы растут, в том числе и благодаря обновлению линейки продукции. «Как и во всей стране, поголовье молочного скота падает. Но, тем не менее, в этих непростых условиях, создавая благоприятные условия для сельхозтоваропроизводителей, мы все-таки наращиваем и объемы закупа молока». Предприятие работает, в том числе и с частным молоком, покупает у населения. «Предприятие имеет серьезные перспективы, и в этом большая заслуга и собственников, и руководства, дирекции завода». На сегодняшний день доля предприятий молочной продукции с иностранной собственностью в России составляет около 30%. Весь остальной рынок у отечественных производителей. Сюда же входят и небольшие комбинаты, фермерские хозяйства. При грамотном подходе к менеджменту Зауралье может стать выгодным регионом для сельхозтоваропроизводителей, а значит и экономика региона укрепит свои позиции.